Количество нелегальных мигрантов на участке ответственности Брестской пограничной службы не уменьшается. С начала этого года уже зарегистрировано более 500 нарушителей законодательства. Цифра немалая, причины для подобных действий у нарушителей разные. В минувшие выходные были задержаны трое мужчин, незагонно пересекавшие белорусско-польскую границу. Один из них гражданин Франции, двое других представителей Чеченской республики. За прошедшие выходные на участке Брестской группы задержано три человека. Один это гражданин Франции в раздорожном пункте пропуска Брест, который следовал на въезд в Республику Беларусь по чужому документу. И два гражданина чеченской национальности, которые были задержаны на участке одной из Брестских пограничных застав, следовали опять-таки незаконно через линию госграницы из Республики Польша в Республику Беларусь. И якобы в целях поиска пропавшего родственника, с тем, чтобы в дальнейшем организовать канал нелегальной миграции и помочь ему перебраться с территории Беларуси в страны Евросоюза. Спланированная родственниками встреча к большому сожалению нарушителей произошла в изоляторе временного содержания Брестской краснознаменной пограничной группы имени Держинского. Поскольку за два дня до задержания граждан Чечни представитель Франции уже был остановлен Брестскими пограничниками в железнодорожном пункте пропуска. Надо сказать, преступники неплохо подготовились к совершению спланированного преступления. Они были подготовлены и имели небольшую сумму денег, средства для преодоления проволочного заграждения, сменную одежду, обувь. Молодой человек чеченской национальности, который следовал, пытался нарушить государственную границу из Республики Беларусь с Республикой Польши, и был основательно подготовлен для пересечения границы. При нем на момент задержания обнаружили пограничники резиновые сапоги, спасательный жилет, документы, которые уже заранее были спрятаны в полиэтиленном пакете. В данный момент проводятся дополнительные проверки для вынесения приговора и назначения размера наказания за незаконное пересечение белорусско-польской границы. По словам самих же нарушителей белорусского законодательства, они сожалеют о содеянном и признаются, что мечтают вернуться на родину. Взбудется мечта или нет, покажет время, но нарушение закона – дело не шуточное. Просто у меня российского паспорта не было, у меня жена полька, дочка тоже там есть, и хотел просто узнать у там близкой деревни, что перейти, спросить, что брат был тут, или я точно знал, что он оттуда должен перейти. Четыре дня связи не было вообще, дома звонили, переживали, он больной, там тоже сидит тут. И просто шли туда, спросили обратно, когда шли, нас поймали. Ну ничего, не знали, что такие скутки будут, такие проблемы сделали кому-то. Мы же никогда не судимы ничего, у нас и ни наркотики, и ни оружие, ничего. Просто нас хотим попросить извинения за белорусских ребят, что бегали за нами. И не было времени сделать визу до Белоруссии, знал, что нужно в Белоруссию визу, конечно, знал, что нарушаю закон, но, как обычно в России бывает, авось провезет, так и хотел пройти, но не повезло. София Бережная, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.